На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Врачи Ленинского городского округа скоро отправятся в зону специальной военной операции. Этот раз мы едем более полноценно, то есть комплектованно, определенные именно в те, которые в специальности необходимы для именно для таких военных условий. Сотрудники историко-культурного центра представили подрастающему поколению округа новый проект. Мне понравился турок, потому что он развивает патриотический дух. Спортсмен клуба «Богатырь» Александр Кашин завоевал золотую медаль на первенстве Московской области по тяжелой атлетике. Много соперников, но особенно была большая борьба в тройке. Я сам сделал 106 тревог и 130 толчок. На днях врачи Ленинского городского округа отправятся в зону специальной военной операции. Представители партии «Единая Россия» не остались в стороне, поддержали добровольцев и организовали сбор необходимых вещей и продуктов. Подробности у Юлии Погосян. Неделю назад исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Анна Державина встретилась с травматологом-ортопедом Рустамом Эфендиевым, который рассказал о готовящейся гуманитарной миссии врачей Видновской районной клинической больницы в Донецкую область. Ранее медик уже посещал зону специальной военной операции, где спасал жизни военнослужащих и мирного населения. Не понаслышке знает, как непросто восстанавливать доступность медицины. Этот раз мы едем более полноценно, то есть укомплектованно, определенные специальности, необходимые для таких военных условий. Это хирурги, нейрохирурги, травматологи, урологи. В основном детские специальности нужны для того, чтобы провести диспансеризацию. После беседы с врачами у Анны Державиной возникла идея организовать сбор гуманитарного груза, который медики заберут с собой. Сегодня десятки коробок и пакетов с продуктами, медикаментами, средствами личной гигиены, одежды и постельных принадлежностей отправились на склад, откуда все это будет доставлено в город Новозовск. В сборе помощи, как всегда, самое активное участие приняли, конечно же, жители. Жители Ленинского городского округа. Это наша сила и опора, и поддержка. А также члены и сторонники местного отделения партии. Врачи делают благое дело. Желаем им удачи, успехов. Ждем их возвращения. В добровольной команде врачей 9 человек. Трое из них из Ленинского городского округа. В этот раз им предстоит провести ряд плановых операций. В зону СВО медики отправятся в середине ноября, пробудут там две недели. Никакого страха абсолютно. Именно что желание. Никто меня не подталкивает. Я всю жизнь была такая самоотверженная. И думаю, что я еще не все, не все свои силы потратила. Если бы не помогать, я бы не пошла в медицин. В планах у представителей партии «Единая Россия» продолжить помогать добровольной медицинской бригаде. Поддерживать связь, чтобы узнавать об актуальных нуждах врачей и пациентов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно этого. Сотрудники историко-культурного центра представили подрастающему поколению округа новый проект. На урок мужества под названием «Донбасс. История боли» пригласили учащихся второй школы города Видное. Своими эмоциями и впечатлениями ребята поделились с нашим корреспондентом Галиной Житковой. Наши встречи мы восхищаем героям 21 века, защитникам Донбасса. 89 учащихся средней школы номер 2 города Видное стали участниками авторского проекта историко-культурного центра «Донбасс. История боли». Специалисты краеведческого комплекса проводили уроки мужества и раньше, но в таком формате общение прошло впервые. Когда мы говорим с представителями своего поколения, мы говорим на одном языке. Для нас есть какие-то вещи, которые не надо объяснять, которые незыблемо легли в нашу плоть и кровь. И это для нас, ну как пароль, современные люди другие. Ребят пригласили в историческое путешествие по территории Донбасса. Хроника времен от Петра I до наших дней включала рассказ о выдающихся личностях и памятных событиях Земли, что сегодня насквозь пропитана кровью и болью. И нет земли прекрасней и вдохновений, где все творцом народом создано. Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. Самой интересной частью урока мужества стала встреча с реальными участниками событий. Доброволец Дмитрий Сергеев не раз бывал на Донбассе и поделился с ребятами своим видением происходящего. Сестра милосердия клинического госпиталя имени Бурденко Светлана Слешина поговорила о готовности оказать бескорыстную помощь. Гости старались помочь ребятам найти ответы на многие вопросы. Почему возникла история с конфликтом с Украиной? Что сейчас там происходит? Как это все делается? И я очень надеюсь, что вам многое стало понятно. У оператора Первого канала Владимира Гриневича было четыре служебных командировки в Донецк. Представитель федерального СМИ рассказал об особенностях работы военного корреспондента в непосредственной близости от места проведения боевых действий. Есть такое непластное правило, что журналисты в войне никогда не имеют права держать в руках оружия. И на самом деле я считаю это правильно, потому что у нас другая работа. У нас работа донести до вас то, что нам приходится видеть. После встречи ребята смогли задать гостям не только все интересующие вопросы, но и примерить настоящий бронежилет. Ощущается действительно тяжелая вещь, но мне кажется подготовленные солдаты в принципе привыкают к этому. Но спать в нем и в принципе находиться так на самом деле действительно тяжело. Даже вот сейчас здесь находясь чувствуется, что давит и какие-то осложнения при дыхании есть. Ну лично мне понравился этот урок, потому что он развивает патриотический дух и показывает в принципе, что происходит сейчас в нашем мире, какие события и вообще расплачает людей. Ребята долго не хотели расходиться и с удовольствием обсуждали все увиденное. Авторам проекта удалось заинтересовать аудиторию и найти подход к сердцу каждого. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. На вооружении у врачей Видновской районной клинической больницы самые передовые методы лечения различных заболеваний. В частности, при проведении операций активно используется метод лабороскопии. Ежедневно во втором хирургическом отделении ВРКБ проводится множество операций. Большинство из них лабороскопические, как та, которую хирурги проводят сейчас. Ее особенность в том, что манипуляции с внутренними органами проводят через небольшие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Эта пациентка, у нее была давняя грыжа, которая ее беспокоила с периодическими ущемлениями. Опасность в том, что она рано или поздно может ущемиться. Тогда это приведет к экстренной операции и соответствует нежелательным последствиям. Поэтому грыжа оперируется в плановом порядке. Главное преимущество такого операционного вмешательства перед традиционным в том, что реабилитация пациентов проходит очень быстро. Кроме того, необходимость долгого пребывания в стационаре под наблюдением врачей тоже отпадает. А операция давно была? Вчера. Вот буквально суток не прошло и вы уже на ногах? Через два часа я встала, ходила. Все нормально. Ну и когда, врач говорит, будут выписывать? Врач, по-моему, завтра будет выписывать. Швы мы накладываем внутрикожные, косметические. Болевой синдром при таких операциях выражен гораздо меньше, чем при открытых традиционных пластиках. И, собственно, на второй-третий день человек может уже заниматься своими привычными делами. Во время пандемии коронавирусной инфекции Видновская районная клиническая больница работала как ковидный госпиталь. Сейчас об этом ничего не напоминает. А во втором хирургическом отделении проводят операции не только взрослым, но и детям. Мы не только вернулись из ковидного режима в привычный режим. Мы развиваемся, мы осваиваем новые технологии, в том числе по лапароскопической пластике. У нас 20 детских коек, где тоже проводятся лапароскопические операции нашим детским врачом Викторией Константиновной Жиромкиной. Тоже по новым технологиям. Этого маленького пациента после проведенной операции и недолгого наблюдения уже готовят к выписке. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видновском перинатальном центре очередная юбилейная выписка. Врачи и медсестры проводили домой 5000 новорожденного в центре ребенка. С мамой новорожденного поговорил наш корреспондент Галина Житкова. В 2022-м в Видновском перинатальном центре появилось на свет уже более 5000 детей. Новорожденных мальчиков чуть больше, чем девочек. 2644 малыша. До конца года еще два месяца. И есть время побить прошлые рекорды. У нас в отделении находится 56 детей. Все на совместном пребывании, так как это отделение новорожденных. У нас отделение полностью идет как мать и тетя. То есть с самого рождения до выписки ребенок находится вместе с мамой. В отделении уже сложились свои правила и традиции. Одна из них – торжественная выписка тысячных малышей, что появились на свет в текущем году. Говорят о том, что у нас очень радостно принимают, что у нас очень радушно принимают, как семейные роды. На самом деле так это и происходит. И поэтому и выписка для нас, вот пятитысячного ребенка – это очень большой праздник для коллектива, что мы такое количество малышей дали им жизнь и делали счастливыми их родителей. Пятитысячным ребенком стал Даниил Конов. У мамы Анжелики это уже третьи роды. Братишку пришли встречать старшие дети, бабушки и папа. Настроение у меня приподнятое. Это один из лучших дней моей жизни. У нас родился наш третий малыш. Мы назвали его Данечкой. Это просто прекрасно, что в этом родильном доме состояла встреча с моим карапузом, с нашим карапузом. Сотрудники Видновского перинатального центра от души поздравили Коновых и предложили снова подумать о пополнении и уравновесить количество девочек и мальчиков в семье. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Творческий вечер нашего земляка, поэта и писателя Геннадия Коврова состоялся в историко-культурном центре. Вся жизнь Геннадия Геннадьевича связана с творчеством, литературой и экранным искусством. Своё первое стихотворение автор написал в восьмом классе. Он считает, что именно любовь к прекрасному раскрывает душу человека и помогает реализовать себя в этом мире. Для любого нормального человека характерно. Он хочет понимать, зачем он живёт, во имя чего-то. Собственно, об этом и моё творчество. В основном мои стихи о не гражданской тематике. Хотя, в общем-то, потом появились и лирические, и любовные, и о природе. Сам даже удивился. Как известно, талантливый человек талантлив во всём. В последнее время наш герой увлёкся актёрским искусством. Он посещает театральную студию в Центре социального обслуживания «Вера». Его коллеги по постановкам были приглашены на встречу в ИКЦ, чтобы познакомиться с творчеством автора. Это интеллигенция. От них аура такая тёплая идёт. Ну, во-первых, люди знают, много знают. Если пишут, значит, опыт есть. В планах у Геннадия Коврова издать сборник своих произведений, а также создать творческую мастерскую, где могли бы заниматься начинающие авторы. Спортсмен клуба «Богатырь» Александр Кашин завоевал золотую медаль на первенстве Московской области по тяжёлой атлетике. На соревнованиях видновчанин показал высокий уровень подготовки. С победителем встретилась наша съёмочная группа. 17-летний Александр Кашин в тяжёлой атлетике уже три года. Сначала тренировался на городских спортивных площадках. О клубе «Богатырь» узнал от друга и решил заниматься дисциплиной уже профессионально. Руководитель учреждения Алексей Корытько рассказывает, что сразу отметил талант и работоспособность Александра. Пришёл, показали движение, понравилось, начали с ним работать. Показал хороший прогресс в самих упражнениях, в рывке, в толчке. В течение полтора года выполнил норматив кандидатом стера спорта. Александр Кашин принимает участие во многих соревнованиях. В октябре коллекция спортсмена пополнилась ещё одной наградой. На первенстве Московской области по тяжёлой атлетике штангист завоевал золотую медаль. Много соперников, но особенно была большая борьба в тройке. Я сам сделал 106 тревог и 130 толчок. И выигрывается соревнование. Александр считает, что достойные выступления на турнирах – это результат регулярных тренировок. Тренировался, были двойные тренировки, много восстановления. Ну, стремление моё, конечно же. И какой-то адреналин, что ли. Сейчас тяжелоатлеты готовятся к очередному соревнованию – первенству России, которое пройдёт в середине ноября в Туле. От видновского клуба «Богатырь» в нём примут участие три спортсмена. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова